Здравствуйте! Мы уже рассказывали в одной из передач про крещение, и нам пришли еще вопросы. Одна женщина задает такой вопрос. Недавно она стала крестной матерью, и что теперь входит в ее обязанности? На вопрос отвечает клирик Воскресенско-Германовского собора, игумен Серафим Ляхов. Взрослые люди крестятся лично по своим религиозным убеждениям, а маленьких детей, грудных младенцев мы крестим по вере их родителей и крестных восприемников. Ну что значит быть крестным? Это не просто дарить подарок своему крестнику на дни рождения, а самое главное – помогать его родителям заниматься духовным воспитанием, духовным становлением своего крестника или крестницы православной веры. Вот это самое важное – духовная составляющая, потому что от воспитания зависит очень много. Ведь когда мы с вами воспитываем человека в христианской вере, мы прививаем ему основные христианские заповеди – любовь к Отцу и к Матери, уважение и почитание старших, почитание Бога и любовь к Богу. Ведь вот если внимательно почитать Священное Писание и Евангелие, то мы увидим, что вся такая объемная книга сводится к двум основным заповедям – любовь к Богу и любовь к человеку. Христос, так и говорит, заповедь новой даю вам, да любите друг друга. И вот задача крестных – привить эту христианскую любовь и христианскую веру, христианское мировоззрение своим малолетним крестникам. Когда они подрастут, купить им, допустим, детскую Библию с картинками, почитывать эту детскую Библию вместе со своими крестниками, самим рассказывать о Боге, посещать вместе со своими крестниками церковь, храм Божий, побуждать родителей своего крестника тоже посещать храм, почаще причащаться всей семьей. И так вот постепенно, шаг за шагом, крестные должны приобщить своего крестника к православной христианской вере, чтобы он был настоящим членом нашей церкви, а не просто формальным крестьянином. Просто ведь как многие думают, вот надел крестик на груди, раз в год пришел в церковь на Пасху, вот и все христианство. Нет, христианство должно быть, это образ жизни. Не просто в храм ходить, не просто вот время от времени поедутся причащаться, а еще стараться жить по христианским заповедям. А это, наверное, самое сложное. Когда я крещу детей, я всегда говорю мамам такие слова. Вот, наверное, тяжело носить ребенка в своей утробе. Но, тем не менее, мама-роженица в своей утробе под своим сердцем младенца носит только 9 месяцев. А вот воспитывать придется всю оставшуюся жизнь. Поэтому очень важная составляющая не только родить ребенка, но и правильно его воспитать. Я всегда говорю и крестным, и родителям, что как вы сегодня воспитаете своего дитя, своего крестника, то вы потом пожмете в старости. Помните о том, что человек, по-настоящему верующий, любящий Бога, никогда не поднимет руку на пристрелую мать, на пристрелого отца, а будет любить и заботиться об них в их старостях, болезнях и немощах. Поэтому, когда рождается ребенок, то через воспитательный процесс родители готовят свою собственную благополучную старость. И в этом должны помогать крестные родители, потому что крестные, они тоже называются родителями, только духовными. Если они правильно воспитают крестника, то и крестник будет приходить к ним в их старости и утешать своих крестных родителей, помогать им в их болезнях, слабостях и немощах, потому что все к нам возвращается. Как есть такие замечательные народные пословицы, что посеешь, то и пожнешь. Посеешь колючки, ну вырастут колючки. Посеешь пшеницу, вырастет хлеб. Также здесь посеешь в душе своего малолетнего крестника доброе семя, доброе семя даст плоды. Это будет всем хорошо и крестнику самому, и те, кто его окружает, кто с ним живет, прежде всего родителям и крестным восприемникам. Поэтому очень важно правильно воспитать ребенка. А вот задача крестных не только воспитать этически, но еще и приобщить к христианской вере. Дать основные понятия о церкви, о Боге, о заповедях и о том, что очень важно достойно нести звание христианина неформально, а по факту и образу своей собственной жизни. Потому что вера подкрепляется нашими добрыми делами и нашими добрыми поступками. Только так, а не иначе. Субтитры создавал DimaTorzok